Вести Карачаева, Черкесия Руководитель региона Рашид Тимрезов провел совещание по вопросам реализации приоритетных национальных проектов. Члены правительства доложили о текущем состоянии объектов и мероприятий, а также о сроках сдачи. Более подробно остановились на нюансах, требующих дополнительных совместных решений на уровне субъекта и федеральных профильных министерств. По словам Рашида Тимрезова, социальные и инфраструктурные объекты, которые планировали завершить к 1 сентября, завершены. Остальные введут в эксплуатацию обозначенные в договорах сроки. Глава республики еще раз акцентировала внимание коллег на качестве выполнения запланированных мероприятий, строительных и ремонтных работ. Кроме того, необходимо находиться в постоянном контакте с местными администрациями и местными жителями. К примеру, объекты по благоустройству территории обязательно должны координироваться с пожеланиями граждан, отметил руководитель субъекта. Рашид Тимрезов также дал поручение членам правительства обратить внимание на качественную составляющую использования построенных объектов, спорткомплексов, сельских домов культуры и других. Для каждого социального учреждения, для всех возрастов и категории граждан необходимо разработать планы мероприятий и ожидаемые результаты. Сейчас работа ведется по всем 12 нацпроектам в рамках 45 региональных проектов. Продолжение следует... Намеченные мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Все вышеуказанные работы обеспечат устойчивое прохождение пика зимних нагрузок в предстоящий отопительный период. Депутат Народного собрания Карачао-Черкесии, президент Международного объединения Алашара Муса Экзеков провел в Красном Востоке встречу с жителями республики, на которой были подняты вопросы перспектив населенного пункта. Отмечено, что несмотря на положительные сдвиги в развитии села, достигнутые за последние годы в большей степени благодаря усилиям Муса Экзекова, здесь по-прежнему остро стоит вопрос с обеспечением занятости населения. Но уже в ближайшие месяцы в селе появится не менее 200 новых рабочих мест. На встрече с односельчанами Муса Хабалевич объявил о договоренности с учредителем компании «ВН Текстильпром» открыть в Красном Востоке швейный цех. Это предприятие, специализирующееся на производстве вещевого имущества и обмундирования для вооруженных сил, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и других ведомств страны. Открытие производственного цеха позволит обеспечить работой 200 человек, а в перспективе это число удвоится, поскольку планируется, что предприятие будет работать в две смены. Ориентировочная зарплата рабочих – 42 тысячи рублей в месяц, при том, что для них будут созданы комфортные условия труда, включая новейшее оборудование, обучение работников, организацию работы столовой и многое другое. Под производство отдадут здание бывшего обувного цеха, которое ранее было выкуплено Мусоэкзековым. Сейчас там идут ремонтные работы, которые планируются завершить до 1 ноября текущего года. Из Карачаева, Черкесии в ДНР и ЛНР отправилось 20 тонн питьевой воды для 34-й отдельной мотострелковой горной бригады. Инициатором отправки очередного груза стали сенаторы из Республики Крым Казаноков и его коллега Виктор Бондарев. А всего это уже 42-я отправка из нашей республики. Так, жители Карачаева, Черкесии и предприятия региона направили свыше 550 тонн продукта в первой необходимости. Ранее на Донбасс также было отправлено более 60 тонн груза с дровами. Кроме того, в рамках всероссийской акции «Единая Россия» при поддержке депутата Госдумы Джошарбека Узденова и вице-спикера парламента Карачаева Чикесии Мусеек Зекова на Донбасс было отправлено 200 школьных наборов для первоклассников. Президент страны Владимир Путин подписал указы об упрощенном порядке получения гражданства России всем жителям территории Украины. Российские паспорта могут получить не только жители Донецкой и Луганской народных республик, но и Запорожской и Херсонской областей. Тему продолжит старший инспектор группы по вопросам гражданства, соотечников, беженцев и вынужденных переселенцев в Управлении по вопросам миграции МВД по Карачаевой Чикесии Снежана Конкошева. С 11 июля 2022 года указом президента Российской Федерации внесены изменения в упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации отдельной категории граждан, то есть граждане Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики имеют право в упрощенном порядке приобрести гражданство Российской Федерации. И для этого им достаточно иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждение проживания на этих территориях и миграционную карту. Также эти граждане должны будут проходить медицинское свидетельство на территорию России, если у них только миграционная карта. Если они ранее оформляли документы, такие как разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо получали временное убежище на территории Российской Федерации, таким гражданам досмотр уже не нужен. Они ранее проходили медицинское свидетельствование. Заявления и фотографии. С ними они могут, ну вот эта упрощенная система приобретения гражданства России. Должны лично обращаться в управление по вопросам миграции, то есть здесь, в Черкесске, в управление с документами, которые у них имеются. Как мы уже сообщали, в Джигутинской центральной районной больнице запущена собственная станция по производству кислорода. Она будет обеспечивать все потребности больницы в кислороде. В период роста заболеваемости это составляет 200 кислородных точек и 2,5 тонны кислорода в сутки. Средства на строительство и закупку оборудования выделены федеральным центром. Тему продолжит главный врач больницы Марат Шахманов. В последнее время участились случаи, когда раньше, мы где-то уже работаем давно, такого понятия не было, что мы мерили больным сатурацию. Сейчас и больные сами ощущают, находясь на кислороде, после ковидные больные, которые зачастую уже возрастные больные, на фоне, когда они дышат этим кислородом, им становится заметно лучше. У них улучшается качество жизни. Они не находятся в постоянной гипоксии, постоянно усталость, утомляемость, бессонница, головные боли. На фоне кислорода им становится заметно лучше. Строительство и капитальный ремонт более 10 километров берегоукрепительных сооружений планируется завершить к концу текущего года в четырех муниципалитетах республики. Это позволит защитить от паводков социальные объекты и частные домовладения, где проживают порядка 4 тысяч человек. В этом году уже завершены работы по берегоукреплению на реке Уруп и ремонт дамбы на реке Тибердам. Рассказывает министр природных ресурсов и экологии Карачаев-Черкеси Диана Качкарова. В рамках празднования столетия республики мы постарались с значительным опережением графика сдать объект. Как объект на реке Уруп – это строительство берегоукрепительного сооружения, так и капитальный ремонт на реке Тиберда в Карачаевском городском округе. Это два социально значимых объекта. Они направлены на защиту населения от негативного воздействия вод, от затопления, подтопления домовладений. Все мы понимаем, что на этой территории проживает огромное количество граждан. Эти люди на протяжении долгих лет, можно сказать, что испытывали такие вот неудобства с угрозой затопления, подтопления. Было даже чрезвычайное положение, в котором, к сожалению, были вот такие вот негативные последствия, что им необходимо было даже оставлять свои домовладения. И понимая всю серьезность вот этих вот объектов, мы постарались ускорить эти мероприятия. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге межмуниципального значения Черкесский-Справная-Сторожевая на въезде в аул Беслине-Хабетского района установлен аппаратно-программный комплекс автоматического весогабаритного контроля. С 1 сентября по 1 декабря он работает в тестовом режиме. По истечении этого срока комплекс начнет работу в штатном режиме. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать свою заявку необходимо до конца октября текущего года, рассказывает руководитель Центра инновации социальной серы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями. Это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей. Это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в Центр «Мой бизнес», а именно в Центр инноваций социальной сферы по адресу Ленина, 53. Как мы уже сообщали, по всей республике прошел марафон открытия 26 центров образования «Точка роста» в 11 муниципальных районах и городах Карачаева-Черкесии. Теперь в регионе в общей сложности функционируют 113 центров «Точка роста», а к 2024 году они будут открыты практически во всех сельских школах. Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» созданы на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» и национального проекта образования. «Точки роста» помогают школьникам из отдаленных населенных пунктов осваивать современные технологии, а также углубленно изучать гуманитарные и точные науки. Они оснащены цифровым оборудованием, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для изучения информатики, технологий, основ безопасности жизни, деятельности и оказания первой помощи. На базе вновь открытых центров «Точка роста» проведены экскурсии, продемонстрированы новые возможности центров для школьной программы, проведены мастер-классы педагогов. А в ауле Хабез в следующем году начнется строительство нового здания для лицея на 254 места, так как существующие здания признали аварийным. Об этом сообщил глава карачаочеки Серашид Тимрезов в рамках открытого чата с жителями республики в своем телеграм-канале. О том, что будет в новом здании, рассказала директор лицея Елена Кетова. Новые кабинеты, оснащенные современным оборудованием, новая территория, это новая спортивная площадка, зеленая зона, ну и соответствующее все это будет соответствовать именно новым стандартам. Средство начнется в начале 2023 года и к концу 2024 года у нас будет новое здание, и все оборудования тоже будут соответственно именно вот к этому строку. Мобильный комплекс, заменяющий собой полноценный кабинет офтальмолога, готов в любую минуту выехать в любую точку Абазинского района. В нем есть все, чтобы провести полноценный осмотр зрения и получить квалифицированное заключение специалиста. Он уже показал свою эффективность во время акции «Поезд здоровья», через которую прошло несколько сотен пациентов из всех районов республики. Благодаря таким передвижным комплексам квалифицированная медпомощь доступна теперь даже в самых труднодоступных уголках республики. Информацию комментирует врач-офтальмолог Гарасим Джумаев. Здесь все, что есть в обычном кабинете у доктора, у офтальмолога, здесь все это есть. То есть здесь я могу полноценно обследовать пациента, диагностику проводить. В частности, пожалуйста, вот у нас есть аппарат для измерения внутриглазного давления. Здесь вот у нас есть офтальмоскоп и без чего не обходится ни один кабинет, ни один офтальмолог. Это набор пробных линз для подбора очков. По одним словам, у нас здесь все есть, все необходимое для полноценной работы врача-офтальмолога. Еще два года назад Пенсионный фонд Республики приступил к проактивному оформлению сертификатов на материнский семейный капитал, то есть без личного обращения граждан в ведомство. Это означает, что после рождения ребенка, дающего право на мат-капитал, сертификат оформляется автоматически, и семья может распорядиться средствами по любым предусмотренным законам направлениям, не обращаясь за получением сертификата. Все необходимые для этого сведения Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно. За два с половиной года работы органами Пенсионного фонда было оформлено более 5 580 сертификатов без заявительного порядка. На сегодняшний день сертификаты оформляются только в электронном виде, но при необходимости мама может получить на бумажном носителе его копию, заверенную руководительному органу по месту обращения, либо выписку из федерального регистра, где также будет содержаться информация о выданном сертификате. А для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители. В Северокавказском институте, филиале Российской академии народного хозяйства и гражданской службы в рамках федерального проекта «Содействие занятости» продолжается бесплатное обучение граждан по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Уже прошли обучение более 400 граждан. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям, сообщил директор Северокавказского института и филиала Ранхегис Азамат Тлисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы – это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный, и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. Амина Кабалова и Изаула Карапага Абазинского района выиграла грант в конкурсе «Росмолодежи». Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в текущем году. Всего на конкурс поступила 4561 заявка. 295 проектов из 68 субъектов России получат гранты на сумму более 26 миллионов рублей. В числе победителей наш волонтер – ученица Центра образования имени Ардзенбаула Карапага Амина Кабалова. Она получит 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Прописи на родном абазинском языке». Проект направлен на обучение воспитанников детских дошкольных учреждений родному языку. Студентка Карачао-Чикесского государственного университета, представитель республики в Совете обучающихся при Министерстве науки и высшего образования России Эльвира Агабекова приняла участие в форуме студенческого самоуправления, который прошел в Ростове-на-Дону. В мероприятии участвовали представители молодежных движений России, Донецкой и Луганской народных республик, члены Президиума Совета, обучающихся при Минобранауке страны и победители всероссийского конкурса на лучшую практику студенческого самоуправления. В течение трех дней они обсуждали совместные проекты, роль современного студента в государственной молодежной политике и развитие деятельности органов студенческого самоуправления. Делегация Карачаева-Черкесии принимает участие в Международном молодежном форуме «Каспий-2022», который проходит в эти дни в Дагестане. Республику представляют 16 активных молодых людей. Форум направлен на развитие деятельности органов студенческого самоуправления, патриотическое воспитание молодежи, а также повышение конкурентоспособности и разработку новых моделей работы с молодежью. 1 ноября Государственный Волжский Русский народный хор имени Милославова выступит с новой юбилейной программой в Черкесске. Концерт будет представлен в рамках федерального проекта «Мы – Россия», организованного Росконцертом. Юбилейный тур коллектива по городам Юга России и Северного Кавказа посвящен его 70-летию. В программу войдут как легендарные номера, ставшие жемчужинами репертуара, такие новые вокально-хореографические картины и песни. Государственный Русский народный хор имени Милославова – единственный из волжских коллективов, который на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее песенное наследие народов по Волжье. Успех концертных программ объясняется сочетанием качества, артистизма и душевной проникновенностью исполнения. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщениям синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В горах местами плюс 11-16, в Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 23. Таковы наиболее заметные события Республики. Новостной блок провела Рита Нерова.